Здравствуйте, коллеги! Mabic Russia вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте! Анастасия Познякова, Ассоциация Галереи Чижова, город Воронеж. Расскажите, пожалуйста, как вам наша выставка? Расскажите, были ли уже какие-то интересные инсайты? Может быть, с кем-то успели уже пообщаться? Может быть, посмотрели на наших стендах какие-то интересные решения? Ну, на самом деле, очень приятно, что после пандемии сегодня мы наблюдаем веселых людей, которые хотят общаться, быть в обществе, обмениваться новыми планами развития и очень быстро их реализовывать. Это достаточно здорово. Замечательно! Давайте вы поделитесь своими впечатлениями, вы как человек-девелопер. Как тот год пережила индустрия, конкретно ваша компания, ваши партнеры? Насколько было сложно? Я так понимаю, раз вы здесь, то, скорее всего, все хорошо. Поделитесь какими инсайдами, как вам это удалось? Вы знаете, любые трудности это, возможно, нам меняться к лучшему. И год пандемии, он, безусловно, можно назвать его сложным в каком-то отношении, потому что он нас погрузил в трудности, но он дал нам толчок к развитию. И в нашей компании за этот год произошло много изменений, потому что мы очень сильно сейчас меняемся. Мы на рынке уже более 15 лет. Компания занимается девелопментом, мы управляем торговым центром самостоятельно. У нас собственный ритейл, 50 фэшн-концепций фитнес-клуб, ворд-класс, апартаменты, которые интегрированы в общий комплекс. И везде год пандемии, несмотря на то, что, казалось бы, что все люди испугались, и было сложно, он, наоборот, нам открыл новые горизонты развития. Мы сейчас делаем проект три-концепции торгового центра и увидели, мы, наверное, больше поняли людей, которые приходят в торговый центр, что им нужно, и стали глубже в маркетинге анализировать именно потребительское поведение. Сейчас у нас планы развивать сеть и за пределами региона, выходить в другие регионы. Вот, собственно говоря, на выставке как раз хотим понять точечно, где это сделать. Расскажите, пожалуйста, как профессионал, какие вот сейчас царят отношения арендодателя и арендатора? Насколько это непримиримая война или, наоборот, в сложившейся ситуации все сплотились и пошли друг другу навстречу? Когда началась пандемия, у всех была паника. И в этой панике, наверное, было сложно найти конструктив. Но это длилось недолго. Когда мы все адаптировались к этим сложностям, то, в принципе, наверное, прошло сплочение. И все в этой ситуации начали искать какие-то компромиссы, однозначно. Компромиссы. Но в нашей компании, ну, если говорить в процентах, мы потеряли менее 1% арендатора в период пандемии. То есть мы общались индивидуально с каждым. Мы встречались с каждым в период пандемии. лично, по Zoom, удаленно. То есть мы искали все способы поговорить лично с каждым. Нам это удалось. И благодаря этому, ну, практически никого мы не потеряли. Замечательно. Спасибо большое за такое интересное общение. Надеюсь, что ваш вектор развития даст свои плоды. И надеюсь, до встречи в следующем году. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok